Внимание! Работают все радиостанции Советского Союза. Зона Лазерсона. С вами, друзья, и сегодня я вам покажу детский завтрак. Вы знаете, если вы смотрели наш прямой эфир, посвященный тому, что мы набрали 700 тысяч подписчиков, это было не так давно, вы, наверное, видели маленькую девочку Машу, мою племянницу, которая беленькая такая, красивенькая, ну, не в меня пошла, она красивая, не в меня пошла. И вот Маша порой бывает у нас, и порой мне очень приятно приготовить ей завтрак. А Маша очень любит яичницу и не любит кашу. Вы знаете, детей надо кормить кашей, поэтому я вам покажу, как я готовлю Маше яичницу, так, чтобы она ела кашу. Так вот, завтрак для Маши. Кстати, посмотрите на продукты, вы, наверное, поймете, какая будет яичница. Вы знаете, я, когда готовлю завтрак не себе, я люблю кофейку хлопнуть. У меня есть свой ритуал выпивания кофе, утреннего кофе. Может быть, кому-то он покажется странным, но я объясню, наверное, откуда это ко мне пришло. Прежде всего, я беру стакан из подстаканника. Мои подстаканники, я их не собираю, они в работе, потому что я пью чай из подстаканников. Но кофе я пью из тонкого стакана без подстаканника. Тончайший стакан с тремя полосками, с четырьмя полосками Супер Адидас. Вот я ставлю стакан, наливаю в него молоко. Молоко сейчас холодное. Я наливаю вот так, больше половины, может быть, на две трети молоко. Я его всегда прямо в этом стакане грею в микроволновке, чтобы молоко было горяченое. У меня сейчас есть ассистент, который, в общем-то, всю жизнь греет мне молоко. Молоко горяченое. Сам кофе. У меня всегда стоит пачка кофе Жокея. Это эспрессо. Я вот этот вид кофе завариваю во френч-прессе. Хотя у Жокея есть разные виды кофе. И зерновой, и растворимый, и кофе с различными ароматами. Кофе, несомненно, мне дает энергию. А вот энергия начинается уже с того, как я начинаю его заваривать. Потому что я вот этим процессом всегда чувствую, как я вынимаю энергию из кофе. И потом эта уже энергия войдет в меня. Вот в таких ежедневных делах. Заливаю кипяток. Ты видишь сам процесс. Это интересный процесс заваривания кофе. Вот сейчас уже кофе начинает отдавать все. Вы знаете, всегда в предвкушении лучше, чем сам процесс. Я, кстати, долго не жду. Я где-то завариваю кофе, может быть, 2 минуты. Я пару раз люблю сделать вот это движение. Немножко насытить кофе воздухом. И теперь я чуть-чуть приподнял и жду. Почему тонкий стакан? Почему чайный тонкий стакан? Потому что мне нравится наливать кофе в молоко. Как оно туда заходит. И вы знаете, я часто бывал во Львове и служил в армии во Львове. Там в кофейнях, во львовских кофейнях, где знают толк кофе. Очень часто наливают кофе именно в тонкий стакан. Вот у меня оттуда это пошло. Вот это действительно мой способ употребления кофе. Вот сейчас уже я имею право наливать. Смотрите, как это красиво. Вот оно еще живет немножко в стакане. Такой процесс там идет, перемешивание. Я прямо вижу, как вот что-то более светлое, что-то более темное. Вот такой у меня живой кофе. В общем, вот этот кофе для меня такой вдохновитель для всяких дел. Когда работаешь, глоток кофе, и он вдохновляет меня еще на творчестве. Потому что когда я готовлю их с передачами, когда я пишу свои книги у компьютера, я всегда попиваю кофе. Я очень люблю Жакей. Мне очень нравится обжарка этого кофе. Он меня хорошо вдохновляет на приготовление завтрака своей пельмешки. Ну и спросите, пельмяшки. Теперь, наконец-то, завтрак. Завершающий глоток кофе перед началом приготовления. Кстати, в описании под видео есть ссылка на Marketplace, где можно купить линейку кофе Жакей. Ну что ж, я беру рис. Рис для яичницы, не забыли? Я сейчас для того, чтобы вам было понятней, тем, кто любит цифры, вот так вот отмерю рис. Я хочу, чтобы у меня было полстакана. Я его тщательно промою. Это понятно. В общем-то, рис всегда требует промывания. Скажите мне, для какого единственного блюда рис не моют? Вот напишите в комментариях. Вдруг вы знаете. Значит, сотейничек. Рис промытый и уходит в сотейник. Я в него наливаю. Сколько здесь воды? Правильно. Здесь один стакан воды. Есть. Теперь я включаю сотейник. И начинается варка. Сейчас рис закипит. Я его перемешаю. Сейчас, когда он вот уже закипает, я уменьшу нагрев. И он будет себе потихонечку-потихонечку булькать. Моя задача, друзья, сварить вязкую молочную рисовую кашу. Но всякая молочная рисовая каша, я уже об этом бывало говорил, начинается с воды. Потому что в молоке продукты плохо варятся. Я буду ждать, пока рис значительно не впитает воду. А потом добавлю молоко. И уже доварю кашу. То есть в большую часть своей степени готовности рис варится в воде. А потом в конце добавляется молоко. И, допустим, что-то сладкое и что-то ароматообразующее, если в этом есть потребность. Вот, смотрите, друзья, да, вот уже рис почти взял воду. Я не накрываю крышкой, как говорю, рисовую кашу, потому что здесь важно уследить. Поэтому не надо крышки. И теперь я сюда вливаю еще полстакана молока. Теперь я добавляю сахар. Сахар по вкусу добавляется. И люблю я еще дать вот в этой бутылочке. Мои постоянные зрители знают, что в этой бутылочке у меня находится ванильный сахар. Вот так. И теперь я довариваю кашу до состояния вязкости. Мне сейчас не волнует, насколько мягким будет зерно. Оно будет либо мягким, либо очень мягким. Это вязкая каша. Что тут говорить? Ну, я могу уже потихонечку ставить в тарелку для подачи каши-маши. Каши-маши. Я обычно беру вот эту синюю тарелку. Она по формату очень хороша. Рис сейчас разваривается, становится таким мягким и податным. Кстати говоря, в кулинарии холодная рисовая каша, знаете, как называется вообще в классе? Называется, между прочим, рисовый пудинг. То есть холодная рисовая каша – это рисовый пудинг. Кстати, тоже интересная вещь для завтрака. Тогда сварить с вечера, правда? Сейчас уже можно чуть-чуть перемешать, потому что там есть тенденция к прилипанию. Рисовая составляющая готова. Теперь я такой беру себе, вот так, смотрите, выкладываю рис. Вот так вот. Чуть-чуть делаю рисовую составляющую плоской. Проницательный зритель уже понял, что я сейчас придаю форму белка яичницы рису. Теперь я возьму, так, бросаю несколько кусочков сливочного масла. Каша всегда должна быть с хорошим сливочным маслом. Ну, если я делаю яичницу, мне нужен желток, верно? Конечно, желтком у меня всегда выступают консервированные абрикосы. Смотрите, я его кладу вот так, половиночки консервированных абрикосов, выпуклой частью наверх. И вот у меня получилась яичница для Маши. Да, вот тебе белок, вот тебе желток. Ну, я, конечно, Маше кладу еще половинки абрикосов отдельно в мисочку, чтобы она была побольше села абрикосов. Но вот она эту яичницу очень любит, несмотря на то, что она не любит есть утреннюю кашу. Вот такая у меня есть утренняя каша. А я выпиваю завершающий глоток кофе за ваше здоровье, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, не смотрите канал на халяву, подпишитесь, вы этим помогаете каналу. Ну, а я уже, выпивая кофе, иду думать компьютеру про новые темы для вас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok